Уже совсем скоро мечта многих симферопольцев в виде обновленной набережной Салгира исполнится. Новая тротуарная плитка, отреставрированные ограждения, восстановленные переходы – это все прекрасно. Но кроме того, чтобы сделать, нужно ухаживать за плодами своих трудов и беречь их. В первую очередь от вандалов, которые уже успели наследить на самой протяженной зеленой зоне города. Я бы, честно говоря, тех, кто это делает, показывала в полный рост по телевизору и спрашивала бы у них прямо вот так, посредством камеры. Вот что вы думали, когда вы это рушили? Вы это не создавали? Вы своими руками ничего не сделали? Зачем это уничтожать? Это надо наказывать, конечно. Впрочем, сложно наказать неизвестного человека. Сначала виновного нужно найти и доказать, что он действительно сломал ограждение, разбил кафельную плитку или изрисовал баллончиком только что отреставрированный мост. Это, к слову, примеры вандализма, который Салгир пережил за последний месяц. Спасти от таких вредителей может только постоянное наблюдение. Я думаю, что когда уже будет все сделано, будут установлены видеокамеры. Видеокамеры у нас будут выведены на единую дежурную диспетчерскую службу, которая связана с МВД. Тогда, я думаю, когда уже будет запись, будет проще разговаривать со всеми. Все работы будут завершены уже в ноябре этого года. Подрядчику предстоит вывезти еще около 20 тысяч тонн ила из русла Малого Салгира, установить ограждение на всем протяжении набережной и заняться озеленением. Мы со своей стороны подтверждаем, что мы договорились с главой, что мы 100 деревьев в Даргороду посадим осенью. Но не просто как нам хочется, а посадим так, как специалисты запроектируют. Подготовкой проекта озеленения набережной Салгира занимаются квалифицированные дендрологи и ландшафтные дизайнеры. Затем план представят общественности. Если местные жители согласятся, его притворят в жизнь. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.